Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео заняло у нас очень много сил и времени, поэтому, пожалуйста, если вы хотите нас поблагодарить, смотрите рекламу на нашем канале и не нажимайте кнопку «Попустите». И мы поговорим в этом видео о комбикормах. Это то, что для нас, птицеводов, один из самых важных моментов. Что комбикорма содержит, как мы об этом должны с вами узнать и все ли правду нам говорят производители или что-то умалчивают. Итак, поехали. Мы с вами сегодня рассмотрим подробнее корма Пурина, Истра, Раменский, Маркорм, Богданович, Натурина и Ростовский. Вот эти корма сегодня мы с вами рассмотрим подробнее на наличии у них лекарственных препаратов. Кто использует и говорит об этом, кто использует и не говорит об этом, и кто не использует и не говорит об этом, но это не точно. Я хочу обратить ваше внимание на еще один важный момент. Обращайте внимание, на каком моменте мы для вас можем узнать информацию о наличии антиплодиков. Сколько приходится спрашивать, что приходится спрашивать и как приходится выяснять у многих производителей из этой группы, есть ли у них эти лекарственные препараты или нет. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. А для размечателей собственных предыдущих стереотипов хочу вам сказать, что когда я говорила о том, что вы сделаете, чтобы вы сняли про нас ролик, я не имела в виду, что вы будете снимать про нас все ролики. Спасибо вам большое за внимание. Уверена, что вы это видео досмотрели до конца. И подождите, не нервничайте. Все самое вкусное впереди. А зачем комбикормовым заводам удорожать свою продукцию, добавлять лекарственные препараты в виде антибиотика и коксидиостатика в свои корма? Ну, хороший вопрос. Просто на тонны его требуется от 37 до 60 граммов. Я думаю, что если они даже добавят черную икру в таком формате, не сильно это удорожает в нашем комбикорме. Это первое. Вторая часть вопроса. Зачем? У меня, я произвожу комбикорм, я хочу его производить с антибиотиками и коксидиостатиками. И мой сосед производит комбикорм без коксидиостатика и антибиотика. Вы у меня купили первую партию, вырастили свою партию, отлично, никто не сдох, вы в счастье. Дай-ка куплю чуть дешевле у соседа, купили, и у вас полпартии сдохло. Вы следующую партию-то чью выберете? Наверное, сосед, правда? Ну, что там, 50 рублей сэкономили, ну да хоть вот так вот. А я могу и не говорить, что я содержу в своих комбикормах. Я могу добавить это в премикс, а премикс это моя личная собственность. Я не могу разглашать вам секреты своего производства. Я могу их просто не указать или указать спецификации так, что вы этого не поймете. Законом не запрещено использовать эти препараты. Я могу их использовать абсолютно открыто. Они рекомендуются для выращивания птицы. Да и не только птицы. Так, антибиотик. Кормовой антибиотик. К чему он нас приводит? К. Первое. Это снижение падежа в партии. Второй момент. Это улучшение конверсии корма. То есть птица при потреблении корма гораздо лучше и больше его усваивает. Тем самым это влечет к увеличению роста птицы. Ускорению роста птицы. Мы вам покажем наши источники, откуда мы берем эту информацию. Если вам интересно, вы можете нажимать стоп и почитать то же самое, что мы вам говорим. Если вы не очень доверяете нашим словам. И соответственно снижение падежа, увеличение роста. Все плюсы налицо. Кокцидиостатик. Кокцидиостатик защищает вашу птицу от кокцидиоза. Снова же очень условная защита, потому что птицы, которые нуждаются в защите, например, несушки, вы скорее всего, даже выращивая ее ПК-5, ее поднимая молодняк, будете дополнительно пропаивать препаратами от кокцидиоза. Потому что это очень условная защита. Мы не нуждаемся в этой защите совсем. Наша птичка находится в клетках. Она не кушает землю, траву сырую, не кушает свой помет. И по этой причине нам не нужна защита от кокцидиоза, как мы это себе видим. Мы можем уж ошибаться. Мы яичниками корм без кокцидиостатиков в старте однозначно. Ну и в последующих кормах. Поэтому для нас некоторые из наших открытий являются очень полезными. Посмотрите наше видео до конца. Вы тоже узнаете много нового. А что это вы там сказали по поводу премиксов? Это что за намеки такие? Смотрите наше видео. Ну как же производитель не указывает лекарственные препараты в своем составе? Ведь любой может задвоить эти препараты для своей птицы, и она вся погибнет? Да, точно так и будет. Я кормлю свою птицу пока опять с препаратами. И сосед кормит птицу пока опять с препаратами. Я не использую аптечку, а он использует и вдалбил им еще повторно антибиотика, который за иостатик из аптечки. Его птица погибнет? Да вы где видели, чтобы у птиц погибло-то? Это моя скорее загнется без пропойки, чем его. А у него все будет замечательно. Что же, он удвоил препараты? Препараты в кормах идут в профилактических дозах. Настолько увеличить дополнительную дозу, чтобы птица у вас загнулась от препаратов, это, ну, блин, это сложно, во-первых. Во-вторых, как вы докажете, что она загнулась от препаратов? Такие моменты, к сожалению, истории наши неизвестны от передозировки птиц. Ну, на птицефабриках же ведь дополнительно и распыляют антибиотик, и делают пропойки. Как же с птицефабричным-то комбикормом стоит делать? Так и есть все. Распеляют и все делают. Но, вы где-нибудь видели, чтобы кормикормом, чтобы кормикормом с нами в очереди стояла рядом завод, Кура заводца, птицефабрика? Птицефабричный кормик – это совершенно другая песня. Но, если даже фабрика, ктицефабрика не изготавливает этот кормикорм самостоятельно, то для нее это делит кормикормовые заводы по специальным рецептам. Об этом будет многократно указано у нас в ролике в переписках. Смотрите, слушайте внимательно, вы все услышите. Это не только наши слова. Комбикорм не закупает такой же комбикорм, птицефабрики не закупают такой же комбикорм, как мы с вами покупаем для розницы. Это факт. Когда мы что-то вам говорим, мы стараемся показать, откуда у нас источник информации. Где мы это почерпываем, да? Вы можете не поверить источнику информации, которую мы используем за факт. Понимаете? Но вы будете увидеть, откуда мы резали. И вы можете сами найти свою информацию, которую вы будете черпать из источников более доверительно для вас. Мы не говорим, что вы должны увидеть беспрекоследно. Мы вам покажем все, что мы знаем по этому поводу. Послушайте, ну вот в вашем расследовании про ФК-5, где вы с Вячеславом Говориным столкнулись лбами, он же вам разложил все по полочкам, показал, что у него сертификат без указанных там антибиотиков. Молодец, хорошо. Что я могу сказать? Все чудесно. Мы посмотрели действительно на сервере, на площадке торговой, указанный сертификат без насилия. Мы сейчас в своем расследовании покажем вам 100 сертификатов, в которых не указан прямо антибиотик. Там будет указан, допустим, примикс. А в примиксе уже есть то, что надо. Поэтому для того, чтобы выяснить, в том же самом его любимом примикорме, есть что-то или нет, нужно чуть больше, чем сертификат торговой площадки, понимаете? Как так? Я-то думал, если на этикетке нету ничего такого непонятного там слова, то все нормально, я успокаиваюсь и спокойно кормлю свою птицу. Что, это не так? Вы разрушаете легенды? Ну, вы знаете, разрушать легенды – это место уже занято, но, к сожалению, так высоко не призывали. Мы просто доточные товарищи, которые пытаются выгребить, скрытые от нас на первых взгляд информации. Мы никого не путали, никого поленым железом не прожигали для того, чтобы выяснить информацию, но нам пришлось серьезно постараться. Чтобы вам не пришлось серьезно стараться, мы вам все раскладываем как дважды два. Если вам свойственно отрицать, что сейчас день, или что солнце светило на небе, а не находится под землю, если вы чушь не привыкли нести и отрицать очевидное, то наш ролик будет для вас полезна. По крайней мере, он натолкнет вас на какие-то мысли и попробует предложить вам задуматься над этим вопросом. А выбор только за вами. Мы ни на чем не настаиваем. Хотите только опять кормить – кормите. Хотите вообще только аптечки – кормите. И все. Вообще даже какой-то бекор можно не сыпать. На сутки опил – это аптечки. Побольше, побольше, побольше. И все, у вас вырастут кони 20 дня, вы будете все в счастье. Просто, знаете как, мягко скажем, не надо лукавить. Есть определенные нормативы кормления птицы разными кормами. Они для этого и созданы разные. Если бы не было для этого оснований, кормовый завод шпатил бы один корм и все. Одна этикетка – не две. Одна упаковка – не две. Один раздаточный цепь вот этот не сыпной. С одним и тем же рецептом. Шпар и шипы у тебя зашибись. Но, ребята, в декорах завод делают пока шесть. Ну, зачем? Если пока опять все шикарно, птицы растут лучше. А вот он так сам себе наступает на причинное место и говорит, нет, вы знаете, я сейчас, пожалуйста, замутлюсь и сделаю пока шесть. Оно не надо, но на всякий случай. Да? Не должно быть объяснение, согласитесь? Какой кандикорм покупать – это ваше индивидуальное личное дело. Мы же выясняли эти все важные для нас моменты для того, чтобы определиться, какой мы кандикорм можем использовать в своем хозяйстве. Мы считаем необходимым определиться с вами этими знаниями, потому что мы предложили очень много усилий для этого. И хотим сократить ваши усилия в расследовании тех же самых вещей. Мы хотим, чтобы у вас в голове после нашего ролика осталось максимальное количество информации с доказательным базой, которую мы можем вам предоставить. И, извините, что ролик вышел длинный, но, во-первых, хочется много чего вам рассказать и показать из того, что у нас есть. Во-вторых, мы много кандикормов, наверное, взяли все-таки для рассмотрения. И это еще не все комбикормалы, у нас есть еще задержки. Но и в третьем моменте, мы, наверное, очень любим потрепаться. Извините нас, пожалуйста, но очень хочется продолжить с вами общение национальный дом. Надеюсь, у вас тоже есть такое желание. Поэтому смотрите наше видео и поехали! Так, про пурину, значит. С пуриной мы знакомы были в самом начале пути нашего птицеводческого... Это первый комбикорм. Если можно сказать. И результат был, конечно, очень хорош. Мы тогда не сильно вдавались в подробности, что там, какие... Мы даже не понимали, насколько мы хороший результат получили. Да. Потому что повторить его потом было нам проблематично. На других кормах. Да. Значит, как автомат Калашникова мы его взяли, да, начитавшись на форумах, что это надежный вариант, там не промокнешься. Беспроигрышный. Беспроигрышный, безотказный. Для новичков самое то. Вот мы его и начали использовать на первой партии бройлеров. На цену мы тогда не смотрели, сколько это, насколько это экономически целесообразно, нам было не важно. Состав там ингредиенты и лекарственные препараты, какие там используются, мы тоже далеки были от этого, не вдавались в подробности. И нас он устроил. Мы вырастили отличную партию. Наверное, лучшую партию из всего, что у нас вырастало. Ну, крупную, крупную, да. В сроки там, вот, как по, прям, прям как по табличке вот этого вот Копкинсот, которую в интернете вы можете найти. Вот. Их, кстати, много, они разные, но в принципе, приблизительно. Да, но потом, как бы, мы уже начали снижать, искать пути снижения себестоимости нашей продукции и приходили к другим кормам. Вот. Про пурину что мы можем сказать? Значит, что, когда мы начали озадачиваться, да, вот, подробностями используемых препаратов в этом корме, лопатить интернет, у нас не было мешков уже, да, пуриновских, вот, мы на тот момент. Этикеток. Этикеток, ничего не было. И вот по интернету не могли, во-первых, разобраться, какие линейки комбикормов сейчас есть на пурине. Есть ли эко? Нету эко? Про? Не про? Про и профи. Профи какой-то, оказывается, профи и про это разные, эко вообще другое. Вот, в общем, короче говоря, выяснили потом в итоге, что сейчас они выпускают только профи, вот. А по профи уже, да, по профи уже и поговорим, и по профи есть информация. Короче, у дилеров полная путаница. У одних написано, есть антибиотики, у других написано, нет антибиотиков, есть коксатики, нету, все, короче, у кого что написано. Информация адекватная на вот это вот агропурино, да, на сайте, на их официальном, как выяснилось потом, мы это, значит, выяснили как. Мы все-таки, нам пришлось приобрести несколько мешков, вот, не несколько, а по одному мешку. Серии для бройлеров. Серии для бройлеров, серия профи, да, это старт, гровер и финиш. И там на этикетках уже, да, действительно, есть информация исчерпывающая, что и какие антибиотики, как сетиостатики они применяют. Такая же информация и подтвердилась у них на сайте. Именно про эту линейку. Да, про эту линейку все написано, то есть все адекватно. То есть производитель ничего не скрывает, он все нам рассказывает, что используется в его карманах. Главное уметь читать, остальное не важно. Ну и снова же мы долго изучали, конечно, эти сайты до момента, когда купили мешки и, наконец-то, все до конца осознали. Ну, стоило того, значит, немножечко подучились. Значит, касаемо маркорма. Маркорм, корм мы использовали, тоже используем в нашем хозяйстве. Он нам в целом нравится. Нравится он чем-то же, по сравнению с истрой, больше. Это тем, что он гранулирован. Он не крупко идет. Гранулы, допустим, в ПК-5, он слишком длинные. Они по виду похожи на пурину, да, старт. Но пурина более мелко нарезана, эти сами колбаски гранул, да. А на маркорме они длинные, и птице не очень, конечно, удобно. Но самые маленькие птицы я просто беру в руку и вот так вот их раскрашиваю. Да, раскрашиваю, и как бы нормально. Вот, так что ПК-5,1 мы вообще использовали, используем для подъема цыплят. Производительство указывает даже на этикетке. Кстати, он только на этикетке указывает лекарственные препараты, которые используются у него в комбикорме. Там есть подробный также состав ингредиентов. А вот на сайте я не смог найти информацию и паспорта качества конкретно вот по каждому комбикорму. Но, в принципе, этого и не требовалось, так как информация есть на этикетке. Мы можем точно сказать, что здесь вот используются лекарственные препараты. Какие? Да, какие тоже есть указы. И, конечно, как вариант для нашего хозяйства мы рассматриваем много разных комбикормов. Мы хотели бы, наверное, даже иметь его всю линейку для бролеров у себя в наличии в хозяйстве. Но пока это сложно сделать. Нужно разговаривать, видимо, с садмозаводом напрямую. Может быть, нам как-то бы могли они привезти. Ну, в общем, это уже другой вопрос. А так, в принципе, корм неплохой. Хочу добавить, что, к сожалению, мы не можем купить всю мою кормовскую линейку. Это просто какое-то проклятие. То есть нет одного или нет другого поставщика. Или там вот помнишь 5.1? А 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 у них линейки. То есть у них очень широкая линейка. Да, возят 5.1 и 6.1 это в лучшем случае. А то последний раз привезли хороший для мясо-яичных, для мясных пород кур. А там я купил, я купил, дурачок не посмотрел, сразу этикетку с собой не взял. Посчитал, что мы на Александровском поднимали, там было 16% протеина. И на этом прокате тоже там было 16,39, что ли. Нет, или 16, ну не важно. А на этом, на нормальном ПК-6, который красный мешок идет, да, там должно быть 19,39, 19% протеина. То есть там понижен протеин? Поменьше протеина, да. Ну ладно, у нас на таком же пониженном протеином содержании мы растили птицу. Я думаю, что здесь тоже нормально все получится. Ну, поросят, мы не стремимся получить их. Да. Ну, это мы... Может быть даже наоборот лучше будет, поэтому попробуем, попробуем. Купили, будем пробовать. Причем многие, на самом деле, нам подписчики писали, что они тоже пользуются вот этим вот комбикормом, маркормом хорошим. Он для мясных, да, и мясо яичных, да, ты сказал? Для мясных, да. Для мясных. Ну что, чем вам бройлер не мясная ворота? Шпага мясная. Ну, просто. Вот, ну, конечно. Маркорм. Это производитель, который поступает с нами максимально честно, указывая все ингредиенты и лекарственные препараты на этикетке. И в силу каждого прочитать в интернете, что это за используемые лекарственные препараты, чем они нам грозят или не грозят. И в отличие от тех блогеров, которые в упор не видят то, что они показывают, вы можете спокойно ознакомиться с содержанием их комбикормов. Что, в принципе, мы и сделали. То есть вопросов к маркорму у нас даже и не осталось. В общем-то, все указано на этикетке. И понятно, откуда растут ноги, да. Почему маркорм так позитивно влияет на цыплят? Почему с него хорошие результаты получаются? Мало болезней и падежей. К маркорму есть только одна претензия. Маркорм очень халатно, можно сказать, небрежно отнесся к информации о том, что его мешки перепрошивают. Вот свидетельствовали это подделки корма маркорм или продажи старого корма под прикрытием, нового, да, под этикетками. И что этикетки подделываются. Мы же сообщили об этом маркорм. И они как-то так ненастойчиво выясняли и не выясняли вовсе, можно сказать, о том, кто это занимается, где мы такие мешки купили и что в итоге получилось. То есть, либо это имеется какой-то сговор с заводом, да, производителем маркорма в свете того, что мы не подали вашу партию, мы там перешьем этикеточку и продадим ее. Ничего страшного. Да, хорошо, сделайте так. Ну вот это раз. Или второй момент, может быть люди действительно очень сильно заняты на то, что не обращать на это внимание, и это считается мелочью, продажи идут, как говорится, все хорошо и нечего портить отношения с крупными закупщиками этого комбикорма. Может быть и так, и тоже имеет место. Почему бы нет, да? Вот такие претензии к маркорму, а по большому счету поступают они с нами, с покупателями, достаточно честно, указывая все как есть. И снова же объясняю, почему на их корме птица имеет небольшой падеж, хороший прирост и все у вашей птички будет хорошо. И ценовая политика, заметьте, маркорма не из дешевых. Так как наш процесс сбора информации для этого ролика довольно-таки длительное время занял, у нас появилась такая возможность и желание запросить у маркорма паспорта качества. И вы знаете, скажем так, что два, по-моему, раза я написал им на электронную почту, они мне ни разу не ответили. Пришлось позвонить, состоялся разговор. Звонила уже я? Да, звонила Лена. Ну, расскажи о разговоре. Но человек очень неохотно идет на то, чтобы присылать паспорта. Когда это чувствуется, я как бы там включала все, что можно только, чтобы попробовать все-таки выпросить у него эти паспорта на свою почту, он мне все-таки сказал, что да, хорошо, я пришлю. И не прислал. И я повторно дублировала почту и снова не прислал. Так что пока на данный момент мы ничего не получили от маркорма, от маркорма в смысле паспортов. А ну мы включим, может быть, разговор? Может быть. Слушай, звоню. Здравствуйте, да, маркорм звоню, правильно? Да, да. Ну, подскажите, пожалуйста, где я могу увидеть паспорта качества на вашу продукцию? У меня свое хозяйство, я бройлеров содержу, и хотел бы на ваш корм перейти, вот, но мне хотелось бы увидеть паспорта качества. Мы во Владимирской области находимся, и в магазине у нас, у дилеров, у ваших есть корма, ваша линейка. Ну, вы пришли, на бройлер вам надо, да? Да, мне нужен бройлер, и индейка, на самом деле, пока 11, если у вас есть. Так, ПК-11, индейка, вам нужен паспорт качества, да? И на бройлер какой, 5-1? На бройлеров ПК-5, ПК-6, правильно? Но у вас же, по-моему, разделение идет, 5-1, 5-2, да? У нас 5-1, 5-2, 6-1, 6-2. Да, 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 вот это. И, а для индюков ПК-11, а еще что есть у вас? Ну, это 11, это от нуля до месяца, потом от месяца, до двух. Это 12? Это 12 еще идет. Там идет 11, 11, 1, 12, 13, 10, да. О, слушайте, если вы мне пришлете прям паспорта вот на это все, я буду прям счастлива. Можно попросить вас на почту скинуть мне? Да, можно, можно. Мне было 20, кто этого не скинуть, чем под это, понимаете? Опять все это придали, да. И как-нибудь, как мне увидеть эти паспорта качества? Если у вас, то есть хозяйство, у вас есть? Минтепплей, карта партнера, какая-то есть, что-то у вас. Погоди, секунду, чуть плохо слышно, секунду. Да, 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 еще раз что? Партнеры? Алло? Да, да, сейчас слышно? Да, да, вот сейчас, да. Вы можете запросить эти паспорта качества через оптовиков наших. Они будут передать вам. Ну, вот мы спрашивали в Александре в городе, и нам ничего не могут предоставить. Как у них эти паспорта качества? Не знаю, может быть, в тот момент конкретный они не могли нам дать, но они, в общем-то, нет. Они же являются вашими официальными, же правильно, дилерами? Через них хотели купить и кормить? Ну, мы через них покупали, да, раньше. Покажите, что он просто. А куда прислать, можете уточнить? Если он открылся. А смс-канай на этот телефон? Хорошо, спасибо вам большое. А как бы у них запрашивали, если еще раз, они должны вам давать. Ну, должны, вот видите, должны, но не обязаны, видимо, как-то. Вот очень странно, на самом деле, если производитель пишет составные этикетки, указывает там лекарственные препараты, что он стесняется нам предоставить паспорта качества, непонятно нам это. Но, в любом случае, следим за ситуацией, там, если что-то изменится, мы расскажем. Комбитурмы и страны давным-давно им пользовались. Пользовались им очень успешно. Нам он устраивал, нам он нравился. Какие претензии у нас к нему пыли? Много пыли. Он не гранулированный, да? Нет, он в крупке. Он в крупке, но в мешках много пыли. Но это, может быть, особенности хранения. У дилеров не думаю, что 100% вина завода-световителя. Думаю, что это может быть больше плюс, потому что там, скорее всего, использовано меньшее вот это вот вещество, которое связывает гранулы. Но и транспортировка может сказаться тоже на это. Да, но мы растили партии полностью на Истре. Нас устраивало, да, ПК-5, ПК-6. И растили... Ну, то есть, вот, скажем так, даже если мы поднимали цыплят на другом ПК-5, то всегда переходили на ПК-6 Истра. Нас устраивало более чем результат, его состав и отсутствие там лекарственных препаратов. То есть, вот это все нас устраивало. Ну, и увидев... Ну, значит, на этикетке начнем с того, что у Истра, конечно, ничего не указано. Там ноль информации практически. Только то, что это ПК-6 или ПК-5. Зашли на сайт. На сайте, как бы, составы прописаны. Но что-то у нас, какое-то сомнение закралось по поводу того, что на ПК-5 хорошо растет птица, и все получается хорошо, но как будто что-то недоговорено, знаете. Ну, вот бывает такое ощущение. И мы решили написать письмо на завод. Ты же, да, вам писал? Вот. Письмо на завод мы написали с запросом, какой диостатик антибиотик используется в их кормах. И они написали ответ о том, что они используют и коксидиостатик, и антибиотик в ПК-5. В ПК-6 написали, что они ничего не используют. То есть мы склонны все-таки больше верить, наверное, людям. Будем считать, что так оно и есть. Пока никто не доказал обратно. Следующий момент. Истра, значит, у нас терпит какие-то переживания внутри собственной компании. Все мы об этом знаем. Мы звонили на завод, где разговор мы нахожу. Мы вам все дадим послушать, в общем. Да, здравствуй. Здравствуйте. Комбикормовый завод? Да, правильно. Подскажите, пожалуйста, у нас дилер говорит, что комбикормовый завод истер закрывается. Вот я хотела узнать информацию с первых уст. Нет, работает только сейчас временно. Наверное, до конца мая еще отпускает только через магазин. За наличие завода по салфинаме они отпускают. А в дальнейшем, не подскажете, будете работать как раньше, да, в общем, в вороте? Да, да. Должна все навалиться и в полную силу заработать где-то в конце мая. Список дилеров ваш изменится или, в общем, люди снова же перейдут на ваш комбикорм, не знаете? Нет, ну, должен таким же остаться. Каких-то дилеров отгружают, но вот каких-то нет. Так, в принципе, все вот как на сайте указывалось, все такое должно остаться. Ну, мы работаем вот с одним из дилеров, который указан у вас на сайте, он нам говорит о том, что истер закрылась. Ну, он как бы вас дезинформирует. Вот я хотела это узнать. Все, спасибо вам большое. Хорошо, будем вас ждать. Спасибо. До свидания. Ну, а по имеющейся информации из интернета и из того же Ютуба даже, мы знаем, что рецептура комбикормов не поменялась, как нам сообщали, в ходе смены собственника там или каких-то вот этих вот всех действий на заводе. И можем сделать предположение или вывод, что в ПК-5 также остаются эти лекарственные препараты в виде антибиотика и кальцидиостатикой. Мы не говорим, что этот корм какой-то плохой или еще что-то, мы с удовольствием его использовали и будем использовать, если будет надлежащего качества, как был ранее этот комбикорм. ПК-5, ПК-6 точно использовали бы в нашем хозяйстве, а ПК-5 рассмотрели бы как вариант. Ну и добавлю, что индейка наша ест рыбу, да, СК-8, свиной комбикорм. Так, как у них совсем нет, будем с вами разговаривать и делать дело. А Саша будет греметь нам, да? Угу. Ну, что вы думаете, когда услышали информацию нашу о Быстре? Правда, было бы честно, если бы они указали на этикетке наличие антибиотики. В этом же нет ничего страшного. Если бы раньше вы давали эту информацию только по запросу, что должно нас сподвигнуть думать, что сейчас эта информация будет у вас в общем доступе. Когда неделю назад я рассказывал про истру, что кормлю индейку СК-8, свиным комбикормом, как-то вечерком зашел на сайты по свиноводству и почитал по поводу вот их комбикормов именно для свиней. И был неприятно удивлен, что во многих содержатся тоже лекарственные препараты. Озадачившись этим вопросом, так как все-таки хочется индейку своим клиентам продавать, быть уверенным, что она экологически чиста, я сделал запрос касаемо этого комбикорма СК-8 на Истринский хлебзавод. Только с третьего раза мне прислали ответ, когда я уже так немного наехал на них, но уже в следующий, четвертый раз я бы, наверное, писал, чтобы они мне посоветовали, через какую организацию Роспотребнадзор или Сельхознадзор мне запросить у них рецепты. Но они ответили, извинились, что долго, и написали мне, что не используют в СК-8 никаких лекарственных препаратов, то есть антибиотиков и коксидиостатиков. Но там в составе я увидел премикс, и уточняющий вопрос задал им по поводу премиксов. Премикс они указали название, и также мне ответили, что в них не содержится лекарственных препаратов. Так что вот это касаемо Истра, да, СК-8. Ну, давайте будем верить людям больше, чем не верить. Нет, мы основываемся на том, что мы верим в то, что нам конкретно отвечают. Да, в любом случае у нас есть возможность сделать анализ, может быть мы когда-нибудь займемся этим. Ну, в общем, на данный момент будем считать, что его там нет. В любом случае мы конечное время перед забоем кормим на зерно-смесе. Вот это касаемо Истра. Комбикорм ростовский. Он появился у нас на горизонте, когда с Истрой стали перебои происходить. И позиционирует этот корм как корм по рецептам Истры, если помните. Также вы уже знаете, что Истра использует в своих комбикормах антибиотик нанон. И не помню, какой как-то диастатик. Салифорс. Салифорс, точно. Если ростовский делал бы рецепты один в один прям Истра, то мы, в принципе, ожидали бы увидеть в ПК-5 такие же абсолютно антибиотики, как ци диастатик. Ну, если он такой же, да, аналогичный, идентичный. Мы запросили, там была цепочка перезвона. Телефон только единственное, что мы нашли на их сайте. И методом перебросов с одного номера на другой, короче, мы вышли на человека в итоге, который прислал нам паспорта качества от ростовского комбикорма. Алло. Алло, здравствуйте. Телефон ваш Иван дал. Я звонил по поводу, как это называется, паспортов качества. Хотел состав посмотреть комбикормов ваших. Так, ага. Где могу, я не могу найти информацию в интернете на сайте у вас по составу. Как мне можете выслать? Ну, а состав вам что нужно, прям процентное содержание? Ну, полностью состав, да, конечно. Процентное содержание, что используйте, премиксы, препараты какие. А давайте познакомимся вообще, как вас зовут, откуда вы... Александр меня зовет, я смотрю, выбираю корма для своего хозяйства. У нас небольшое хозяйство по выращиванию бройеров. Меня интересует линейка ПК-5, ПК-6. Ага, ПК-6, ПК-6. Так, а территориально вы находитесь? Владимирская область. Владимирская область. Так, Александр, а вы можете прислать мне имейл ваш, а на него... Да, хорошо. А о каком объеме идет речь? Ну, тонна где-то в месяц у нас так вот. Хорошо, я понял вас, давайте. Ну, мне нужны, смотрите, как объясню сразу, мне нужны комбикорма, которые в розничной продаже могу купить. Вот у нас здесь дилер рядышком находится, который в вашем комбикорме торгует. Я понял, понял. То, что в рознице... А дилер вам что, не предоставляет, что ли? Еще-то как-то нет, я, честно говоря, и не спрашиваю особо. Я понял. Ну, хорошо, ничего страшного. Все, хорошо, сейчас пришлю, спасибо. Хорошо. И мы увидели, опять же, тот же самый пресловутый флавомицин 80. Как-то диастатика эта компания не использует, но флавомицин они... Мы не помним, 80 на самом деле, или просто 80. 80, да. А вот, ну, а как-то диастатик они не используют, но антибиотик они умудрили засунуть во все свои корма, и в ПК-5, и в ПК-6. Поэтому ростовский комбикорм нам подходит наименьшим образом, даже в сравнении с истрой, которая не использует антибиотик в ПК-6 и как-то диастатик. Вот так вот. Так что на ступеньку ПК-6 переходить наше хозяйство могло бы на исту. Но ростовский комбикорм нам для этих целей с вами не подходит. Хотя в этом корме нет как-то диастатика, так же, как и в премикорме. То есть его на старте ПК-5 можно попробовать было бы использовать без как-то диастатика. А флавомицин, он, понимаете, уже везде, походу, есть. Даже там, где его нет. Так, ну и последний корм, который мы рассматривали, это, ну так, больше даже спортивного интереса, потому как его нет в нашем регионе. Вот, это корм Богданович. Примечательен он чем? Тем, что производитель заявляет, что отсутствует у него в ПК-5, в ПК-6 подавно антибиотики или как-то диастатики. Изучая информацию на сайте, этикетов, конечно, мы не видели, не знаем даже, мы мешка даже ни разу не видели, Богданович, потому что его нет в нашем регионе. Я даже не представляю. Но при последующих допросах их технолог все четко и ясно нам рассказал, за что ему огромное спасибо, потому что мы не очень честно его вывели на этот разговор, сказав, что мы вот-вот переводим хозяйство и что не хотим задвоить пропойки. Алло. Алло, здравствуйте еще раз. Да, здравствуйте, Виталий, еще раз. Вы меня слышите, да? Хорошо, слышу. Да, хорошо, слышу вас, говорите. У меня вопрос такой, мы хотим перевести свое хозяйство на ПК-5 Богданович и ПК-6 впоследствии бройлера. Но у меня тогда такой вопрос возникает, там по специфике, на этикетке не написано, что там используется антибиотика как диастатик, ну антибиотик хотя бы кормовой, да? И у меня вопрос вам как к технологу, что мне как пропаивать их тогда надо будет? Дополнительно? Да. Мы потому что не вводим, кому-то нужно, кому-то не нужно. Это я, ну как бы я вам порекомендовал, но антибиотики, фаломицин, допустим, можно применить вам. Фаломицин, да. Такой, фаломицин. В ветеринарных аптеках, я думаю, или аналог посмотреть, какой-то вам там предложат. Схема по прокармливанию есть, там допустим, 7 или 10 дней перерыв, интервалы или на постоянку, вот как фаломицин, его можно постоянно применять. Ага. Перед забоем только там убирается, пусть за дней 7, за неделю, и все. Угу. То есть в комбикорме? Востоянку вообще дают, да, этот антибиотик. А по кокцидиостатикам, ну есть и водорастворимый кокцидиостатик, и порошок есть тоже. Ну по схеме я как бы не ветеринарный врач не могу сказать, но тоже в ветеринарные аптеки обратитесь, и там именно там или с первого дня, или там с пятого дня, как оно по схеме будет. И ты тоже прокармливаешься, или двухразовая, там или трехразовая, в зависимости от содержания, сколько вы птицу содержите, и там клеточная, или напольная у вас. Вы берете через магазин, правильно я понимаю? Да, конечно. Через магазин берете, там у нас нет антибиотиков. Их садикостатик уже, да? Да, да, это однозначно. Поэтому вы берите и только согласно схеме вводите. Хорошо, я поняла вам. Сколько на тонну, там, или расчет идет, или на литр воды, как там оно считается? Я поняла, да. Дополнительно пропойка. Дополнительно. Спасибо. Доброго, до свидания. Доброго. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно узнать полный состав ваших комбикормов, включая лекарственные составляющие? Какой антибиотик акцидиостатик использован в ПК-5 и ПК-6? И получили ответ. Добрый день. Какие ПК-5 и ПК-6 вы имеете в виду? Если те, что мы делаем согласно нашего прайса, то в них нет ни кормовых антибиотиков, ни акцидиостатиков. Что касается лекарственных антибиотиков, то мы их не применяем в этих комбикормах вообще. То есть другие немножко применяем или вообще ничего не применяем. Ладно. Включение таких препаратов в состав комбикормов осуществляется только в рецепты для птицефабрик, заметьте, и только согласно их письменного пожелания. Второй вопрос. По предоставлению полного состава наших комбикормов мы даем нашим клиентам рецепт при отгрузке удостоверения качества, где прописаны составляющие комбикорма, показатели качества, витаминно-минеральный состав и все кормовые добавки, включенные в рецепт проценты ввода зерновых, белковых и кальций-фосфорных компонентов мы не даем. Здравствуйте. Я, наверное, не представилась как следовало бы. Извините и спасибо за ответ. У меня свое хозяйство бройлеров примерно наоборот 400 голов. Тут чуть мы преувеличили. В принципе, если с цыплятами считать, то такое бывает тоже. Партия на забой, средняя партия цыплятки. Мой интерес как рядового покупателя выражен в том, чтобы выяснить при переводе птицы на ваш комбикорм, есть ли у меня необходимость добавлять как содиостатикой антибиотики кормовые, или ваш корма в розничной торговле, конечно, уже полностью сформированы. В частности, ПК-5 для бройлеров и ПК-11 для индейки. Зерновой состав понятен и в прописанном формате на этикетках. Согласитесь, узнать об этом после начала падежа не очень приятно. Так как Истра закрылась, и Маркорм имеет массу подделок, и уже испробованную, мы ищем для себя другого производителя комбикорма. Хочу подчеркнуть два момента. Это письмо написано в апреле, и на тот момент, на написание этого письма, наш поставщик как раз нам и рассказывал о том, что Истра закрылась. В общем, был такой момент до того, как мы позвонили на завод. Поэтому это письмо написано еще в те далекие времена. А также Маркорм по поводу подделки – это перепрошивка мешков. Я просто выказываю наши интересы к Богдановичу. И такой еще момент уточняющий для вас. Мы не добавляем ни антибиотик, ни как злиостатик птицы своей. Ни в каком виде. Ни кормовые, ни некормовые, ни пропойки такие мы не делаем. У нас не было пока в этом, слава богу, необходимости. Ну и, в общем, стараемся без них выращивать птицу. Но для того, чтобы немножечко спровоцировать поставщика, сказать мне о их содержании в их комбикормах, я говорю о том, что я заинтересована, чтобы они там были. Тогда производителю нет необходимости и четко заведуемой подсказке сказать мне, что их там нет. Понимаете, о чем я говорю? То есть это специально ход провокации немножко такая. Ну и вот нам пришел ответ. В вложение те корма, которые мы выпускаем массу для населения и мелких фермерских хозяйств. Короче, эти приложения я вам покажу, то, что они нам прислали, потому что они их, в общем-то, раздают своим поставщикам на руки, как документы, сопровождающие в партию. Вот по К-11 мы используем кормовой антибиотик флавомицин. Мы с вами о нем уже знаем, да? Если вы давно занимаетесь птицей, то вам наверняка знаком этот антибиотик. Он разрешен. Не является лекарственным. Момент спорный. Кстати, его применяют во многих линейках кормов и иностранные фирмы. Цены в данный момент в рецептах апрельские. На май будут другие. Мы для индейок не выпускаем другие корма. Когда кормили индюшачью фабрику, то делали всю линейку. Сейчас нет. Будут вопросы, звоните. Телефон я его подтерла, этой дамы, сотрудницы компании, потому что, в общем, она нам его давала. Если вы имеете желание связаться с ней, то можете также выйти на связь через почту. И она вам сама отдаст повторно свой номер. Ну, в общем, нам прислали рецепты ПК-5 и ПК-11. Я захотела увидеть ПК-6. Попросила их тоже прислать нам. И дальше у нас продолжилась переписка. Спасибо большое. Все понятно, четко и отлично. Но не понимаю единственной строчки. Как бы понимаю, да, у них на сайте прописано, что PS2 – вот это один из разновидностей премикса, добавляемый в корма для птицы, в частности, бройлера. Вот. Но мне хотелось услышать об этом премиксе от самого производителя. Поэтому я спрашиваю. Пришел ответ. Это премикс. У нас своя линия премиксов. Швейцарская фирма Бюллер. В общем, немалоизвестная фирма. Значит, потом мне рассказали, что значит дальнейшие цифры, указывающие на конкретный вид премикс сырья. И что все в нем чисто, хорошо и отлично. И снова же сослались на свой сайт, где описание, ну, очень относительное, в общем, премиксов. Но хотя достаточно, наверное, для просто обычного обывателя. Там все, есть развертка этих всех премиксов. Ну, мы снова продолжили сотрудницу, в общем-то, доставать. Все равно. Здравствуйте, это очень круто. Там та-та-та. Но вопрос по составу остается нерешенным для меня. Вы можете прислать мне состав премикса, который используется в составе комбикормов для бройлера ПК-5 и ПК-6, 10 продающихся в розницу. Имейте в виду, я не дура, которая сто раз одно и то же повторяет. Просто, когда вы задаете вопрос, он должен быть абсолютно полноценным, чтобы человек не мог сказать, что он вас неправильно понял и сказал вам что-то не так. Поэтому максимально конкретно задаем вопрос. А что ответили нам на это конкретное послание, мы вам расскажем в конце этого видео. Оставим за собой небольшую интригу. Ну и расскажем, значит, как мы познакомились с продукцией Раменского комбикормового завода. Искали по-интернативу Истринскому и вот решили попробовать Раменский комбикорм. Но просто кормить слепо комбикормом, на этикетке которого ничего, вообще никакой информации нет, даже по элементарному составу, мы не хотели, но комбикорм купили. И начали выяснять. Сначала купили, потом начали выяснять. И стали выяснять, что купили. Купить это тоже еще сложность. На сайте никакой информации, по-моему, не было, да, на Раменском? Ну ничего мы не нашли. Нет. Да, не было. У Раменского завода нет никакой информации по паспортам качества и продукции. Паспорта качества не выложены. Не выложены, да, в открытом доступе. Начали мы там задавать вопросы по электронной почте. Там тоже переписка долгая, а что, зачем, а какое вам там, да? Ну суть не в том, в общем, ответы мы в итоге получили. А, нет. Мы сначала позвонили, да, да. Мы сейчас, мы вставим звоночек, наверное, да? Да. Добрый день. Мы хотели его перевести на Раменский комбикорм. Но нигде не могу найти информацию по составу ПК-5, ПК-6. Вот. Что там используют, мне интересно. И надо ли мне дополнительно птицу пропаивать? Ксидиостатик антибиотик не интересует кормовой, особенно на ПК-5. Ну, мы вообще, в принципе, сейчас я вам скажу, у нас никаких антибиотиков мы не используем. То есть без добавок у вас надо будет дополнительно, да, ее? Ну, мы вообще себя позиционируем как, скажем так, давайте вот молодняк вам открываю. Я просто сейчас вот вкратце вам расскажу. Куры возраст... Так, это и нет, это не то я вам открою. Подскажите, а может быть вы мне сбросите состав комбикормов ваших? Я не имею в виду там коммерческую тайну. Скину. У нас пеница 45-45, да, сурот своего и 20-35, кукурузы 20%, мука мясокосная 5,5, сурот подсолнечный 5%, премикс P5, значит, 1%, масло подсолнечное 0,5%, ну и так далее. Вот, сырого протеина... А премикс, подскажите, он премикс вашего изготовления, нет? Да, 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 конечно. Ага, то есть в нем вы тоже не используете? У нас вообще все корма, они без антибиотиков. И как-то я так тоже нету, да? Вообще ничего этого не используем, да. У нас все наши старты, росты, все пристартеры, финиши, они у нас очень бомбические. А для индюков? У нас сырого протеина, у нас 20,60, понимаете. Ну да, да, хорошо сказали. Подскажите, а для индюков у вас тоже есть линейка? Да, конечно. Я могу вас попросить сбросить не на почту, приблизить, ну вот хотя бы состав, вот именно мне интересует ПК-11 для индюков, ПК-5 и ПК-6 для бройлеров? Смотрите. У вас есть ПК-5 старт и рост, вот мне подскажите. Смотрите, ПК-11 для молодняка индейка 4-8 недель, сырого протеина мы используем 25%. Это ПК, так это рост, старт, ПК-11 для молодняка, это мы делаем для Егоревской птицефабрики, если вы знаете такое, мы с ними очень давно сотрудничаем. А в рознице его нет? Сырого нет, сырого протеина 26. Вот, это я вам сказал старт. По рознице, сейчас я вам скажу, секунду, то что мы вот делаем, ну как мы его называем по рознице, сейчас я вам скажу, секунду, ну давайте я вам проще лучше скинул, да? Да, спасибо вам большое, да. Посмотрите, вы мне почта, так, ваша почта, 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 а здесь она не, нет ее. А ты не указывала почту на заявку на эту? Почту нет, не вижу. Нет, да? Ну и в общем самый неприятный сюрприз для нас из этой переписки был, было то, что в одной спецификации на ПК-6 оказалось, что и в ПК-6 есть антибиотик флавомицин. Вот, а хотели мы его использовать, этот ПК-6 для завершения очередной партии наших бролеров, да, птицы. Ну, пришлось поменять нам комбикорм, в общем, мы вышли из ситуации. Но рассматривать далее раменский комбикорм для нас просто не имел смысла, так как производитель зачем-то использует этот антибиотик в своем комбикорме. Если бы они не включили расшифровку премикса вообще? Ну, как производитель, мог бы, да. Да, как производитель. Просто написать, использовался премикс, все, да. А что там в премиксе? Это, кстати, к вопросу о премиксах. Вот вы говорите, что премиксы, там самодельный комбикорм, да вы знать не знаете, что в этих премиксах находится. И где эту информацию, кто вам предоставит, и предоставит ли, это большой вопрос. Да. Премиксами мы интересовались, и, в общем-то, выяснилось только одно, что они бывают очень разные, и нужно указывать конкретно какой-то премикс, какой вы используете, и запрос ставить очень четко и понятно, используется ли в этих премиксах антибиотик, какой и сколько. Потому что премиксы подразумеваются, это не чистый корм, да, это добавка к корму, к объему какому-то. Грубо говоря, смотрите, премикс, может быть, вот тот премикс вы купили, а он на тонну идет, а там на тонну рассчитан антибиотик кормовой и кокцидиостатик, а вы бадью развели там для кур своих, да, и шуранули туда там четверть пакета, грубо говоря, ну не пол, четверть пакета. И представляете, какая концентрация у вас там получается того, что, о чем вы не знаете, что есть в составе, ну, предположим, такое же возможно? Возможно. Отрицать, что возможно в наше время все, что угодно, глупо, глупо. Вот, поэтому тут вот сами делайте выводы, что лучше самодельный комбикорм с премиксом, который вы даже и размешать-то нормально не можете, у вас может оказаться, что всю эту дозу лекарственных препаратов примет там пару бролеров, а остальные останутся без них. Так что тоже тема на подумать. И как бы если смотреть паспорт качества без премикса, то там все нормально, все хорошо и все чисто. Да. А если вдаваться в подробности содержания составляющих каких-то веществ премикса, то там-то и оказывается все самое интересное. И вот далее мы уже, когда видели в строчке, что вроде все чисто, ничего нет, а есть премикс, начиная разбираться с этим премиксом конкретно, оказывалось, у многих оказывалось, что все самое вкусное как раз в этом премиксе и содержится. Я имею ввиду антибиотики, как раз встать. Волшебная загадочка, в которую можно спрятать все что-то. Очень удобная такая лазеечка для производителя. Ну, короче, смысл в том, что Раменский это третий комбикорм, который не используют как зодиастатик, чтобы вы понимали. Ни в старте, ни в каких-то других последующих кормах для бролера. Третий. Так, ну какой еще комбикорм мы рассматривали для своего хозяйства? Самый натуральный. Самый натуральный, да, название такое, не натурина. Вот, натурину мы рассмотрели, так как находится она в доступности, я могу съездить туда, там, то на полторы купить этого, Нижнего Новгорода, область Нижнего Новгорода. Вот, тоже на сайте никакой информации не нашли, и, соответственно, этикеток мы не видим, потому что мешков у нас нет в продаже этого производителя. Сделали запрос, там, после непродолжительных, значит, уточнений, нам в итоге прислали паспорта качества, вот, и мы там увидели, что в ПК-5 есть антибиотик. Про ПК-5 сейчас не помню, но мы покажем. Вот, так что позиционируется как натуральный корм, без всего, но вот там антибиотик тоже присутствует. То есть, понимаете, какая картина получается? Мы в своем регионе не имеем альтернативы, мы не можем купить комбикорм, который без антибиотика или коксидиостатика. Но с высоким содержанием протеина, именно по ПК-5. Без коксидиостатика мы нашли комбикорм, спасибо за наводку, премикорм без коксидиостатика делает ПК-5, вот, и его мы очень сейчас плотно будем рассматривать для своего хозяйства. Но мы не пробовали его ни разу. Мы пока его не пробовали, да. Но я что хочу сказать, что и без антибиотика, без антибиотика вообще мы не можем найти комбикорма в нашем регионе, который бы хотели попробовать. Мы не говорим, что антибиотик в ПК-5 это плохо или хорошо, мы просто хотели бы попробовать комбикорм без антибиотика и понять, приемлем ли для нас такой вариант или нет. Но, к сожалению, альтернативы такой у нас нет. Опережая вопросы, ПК-5 все-таки нельзя заменить на ПК-6, поймите. То есть есть ПК-6 без антибиотика. Но заменить ПК-5 и ПК-6 нельзя из-за содержания в нем необходимого количества протеинов. Нет, может быть и можно, но это будет резко скажется на росте птиц. Там все-таки другие процентные соотношения нужной птице ингредиентов. Это вот как в детей, простите. Что вы в первые две недели в птицу заложите, какой старт ей дадите сильный, так она у вас и будет дальше расти. Даже не суть дела, каким ПК-6 вы пользуетесь. А вот ПК-5 очень важен. Ну, по крайней мере, мне кажется именно так. Ну, возможно. В птице, в бройлере очень много запрятано всяких скрытых вот этих вот нарушений, так скажем. Жирочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, иммунитет у них слабый. Поэтому возможно, что антибиотик в стартом комбикорме очень оправдан. Именно помогает он от этих всех первоначально имеющихся в нем болячек уйти. Не дать им развиться в стадию хронических и в стадию, которая вызывает уже гибель птиц. Вот мне кажется, что схема примерно такая. Необходимость этих антибиотиков, введенных в ПК-5. Но нам очень хочется попробовать вырастить птицу на ПК-5 на корне с высоким содержанием протеина без специальных профилактических доз кормового антибиотика. Вот так. Это вот с Натуриной, значит. На Турино мы получили все от них ответы, в общем-то расстроились и успокоились. Поначалу. Но потом, начиная смотреть другие комбикорма, по-моему, Раменске мы начали смотреть, окнулись на как раз вот ситуацию с премиксами. Нет, мы просто говорили, что там антибиотик содержится в премиксе. Там расшифровка отдельной премикса была. И решили дальше копать. Мы решили посмотреть, нет ли премиксов других комбикорма. И Натурино нас, к сожалению, в этом смысле немножко огорчила еще раз. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно узнать полный состав ваших комбикормов, включая лекарственные препараты. Хочу попробовать ваш комбикорм на своем хозяйстве по выращиванию бройлеров и индейки. Какой антибиотик, как содиостатик, используем ПК-5, ПК-5, Рост и ПК-6, ПК-11. Если можно, пришлите, пожалуйста, составы комбикормов для бройлера на почту. Дальше смотрим. А нам отвечают. Добрый день, уточните, пожалуйста, где вы находитесь, какое потребление комбикормов в месяц. Касательно вопросов ниже, я подготовлю для вас информацию. Спасибо большое. Значит, мы отвечаем, где мы, откуда. Как всегда, в общем, везде практически одинаково. Добрый день, составы вложений. Заметь, 6 июня было число. Человек нам прислал, мы, в общем, все успокоились и все увидели, все поняли. Типа как. Ну вот, 2 июля, видите, нас опять пробило на вопросы. Мы там уже, в принципе, нашему оппоненту пишем, что, Евгений Евгеньевич, здравствуйте, подскажите, в премиксах корма вот этом ПК-5 Рост был 1,5%. Вы увидите, что в сертификатах указано, и ПК-6 финиш содержатся коксидиостатики или другие лекарственные препараты. Ну и, соответственно, Евгений Евгеньевич нам отвечает, что в старте и Росте есть коксидиостатик, а в финише нет. Ну, в общем, вот такая вот переписочка получилась. То есть мы изначально хотели увидеть, что есть в кормах, и спрашивали про лекарственные препараты. А коксидиостатики пришлось выяснять дополнительно, допрашивая про именно премикс. Вот так вот. Они не стали уточнять мне какой коксидиостатик. Да, в общем, для меня уже на самом деле это не столь важно. Потому что, знаете, коксидиостатик сам по себе должен выводиться минимум неделю. На мой взгляд, любой, по-моему. Я не видела с меньшим, ну, 5 дней там, да, сроком ожидания. А второй, который в курине используется, того, кому больше, который смесь коксидиостатик. Да, он на резину натрежет. Да. Вот, поэтому не вижу я, в общем, смысла даже выяснять, что за коксидиостатик. Все средства с действенным таким вариантом против коксидиоза, они выводятся достаточно долго. Вот. Ну и снова, значит, спросили, нам ответили. Так что натурина вовсе не натурина. Натурина не более натурина, чем все остальные ненатурины. Понимаете? Вот так вот. Такая вот скороговорочка. Вот смотрите, как получается. Как я это понимаю. То есть, у производителя такая уловочка есть. Он присылает вам сначала паспорт качества, где написано, да, что, там, скажем, антибиотика нет. Но премикс-то есть, он вас не обманул. Премикс есть. Состав качества есть. Антибиотика нет. А когда ты спрашиваешь, а в премиксе есть? И тут вот он уже начинает репочитать. Блин, какой дотошный ты, посмотри, а. Вот. И что ему ответить? Наврать, что в премиксе нет? Или сказать, или вот там действительно нет? Или сказать правду, или что, слушай, да, в премиксе есть антибиотика и коксидиостатик. То есть, чтобы докопаться до истины, должно быть два вопроса минимума. Первый вопрос по составу. В составе есть, нет. И второй вопрос отдельно по премиксу. Ни один же нам состав премикса своего ни разу не прислал. Никто. Это коммерческая тайна, они говорят, да? Обратите внимание. Вот мы можем показывать паспорта качества, как прописан там премикс. Там какой-то очень странный набор букв и цифр через букву П начинающийся. Не везде. Вы можете даже и не увидеть его, и не понять, что это вообще такое за надпись там непонятная. И чтобы у вас хватило соображалки доперечь, что это премикс, что по премиксу, оказывается, нужно задать отдельный вопрос. Конкретный. Потому что если вы спросите, что есть в премиксе, вам скажут витамины. А помимо витамин, еще кое-что. А что это кое-что еще? Ну, кормовой антибиотик. Японамая. Так я же тебя о чем спрашивала? О том, что там есть витамины, я как бы догадываюсь. Ну, поэтому, как бы, это такой, знаете, ход каньон, уловочка такая. Если вы видите паспорт качества, в котором одна строчка какая-то вам непонятна, имейте в виду это премикс. И я почти везде натыкалась на то, что именно в премикс и является та самая составляющая, через которую вводятся и антибиотики, и, как сказать, аэстатики, и абсорбенты. Это стимуляторы пищеварения, там разные ферменты, да, ферменты используют. Они вводятся как раз через премикс. То есть его небольшое количество вмешивают в среднее количество чего-то там, называют это премикс, а потом уже добавляют в большой тоннаж корма. Это было бы все честно и правильно, и ради бога. Это личное дело каждого завода комбикормов, да, каким образом он смешивает свои корма и что он на них использует. Нельзя делать из этого секрета тайну, потому что один завод узнает, что другой использует антибиотик и заявит на него. А скажи мне, пожалуйста, какой завод может на какой заявить, что он используется не будет? Они все используются. Тут все могут на всех заявить. Все на всех. Плюс ко всему больше скажу. Все это практически скрывают и не показывают. Кто показывает? Пурина показывает. Маркором показывает на этикетке. И то непонятно почему. Почему, скрывает? Что там. Пока что в том, что-то есть? Очень занят. Очень занят. Вот ну, очень в пятницу вечера мужчина занят. Понимаешь, как-то бывает? Ну, ждем понедельника утра тогда. Ждем. Кто еще заявляет? Натурино не заявляет. Раменски не заявляет. Раменски не заявляет. Ростовский, вообще говорила, если вы помните, были сведения от ростовского, что они ничего не использовали. Вот так. Истра не заявляет, ничего не показывает нигде. Ну, тебе и она? Нет, она не все показывает. Как с диостатик, она показывает, пока опять там анти-лютит? Нет. По-моему, эстерами вы ничего не показываете. Нет, как с диостатик на сайте есть. На сайте? Да. На сайте есть. На нон не показывает, на нон в письменном ответе. Мы говорили уже об этом. Все. Ну, этот премикорм все рассказал нам по чесноку. Премикорм, так сказать, но они не показывают. Мы не знаем, мы же не видели еще этот комбикорм. Ну, давай так, если бы на этикетке премикорма было бы что-то написано, наверное, бы некоторые из кишок не вылезали, жили в шестой, у них ничего нет. Вот мы еще так немножко анонсируем, на Точнинске кинули запрос. Да. Это Ленинградом предприятие. И вот там, в принципе, мне сразу написали, как на Богдановичи написали, что мы не используем, значит, Традота. И в спецификации, в присланной, я тоже ничего пока не увидел. Криминала нет. Не обнаружено. Но там будем ждать, я им задам вопрос еще по поводу премикса. То, что премикс есть, а что в премиксе, непонятно. Снова та же самая сказка. Смотрите, как удобно. Я комбикормовый завод. Я заказываю у кого-то премикс или делаю вид, что даже заказываю, просто отпускаю его сам. И состав премикса я имею право держать в секрете, потому что это моя интеллектуальная собственность. Я придумала этот премикс, и я могу его не разглашать. И добавляя в свои комбикорма, я могу указать. Премикс. Раз, два, три, четыре, пять. А, ВВ. Все. И я указала в составе все содержание, ничего не скрывая. Как удобно. Просто чудесно. Возвращаемся к Богдановичу на мой вопрос о том, содержится ли кокцидиостатик и антибиотик в премиксах, использованных в АПГ-5 и АПГ-6, продающихся в розницу. Мы получили следующий ответ. В комбикорме, в рецептах, в показателях качества, все содержание по микроэлементам, витаминам указано. Кроме того, через премикс вводятся в этих конкретных рецептах, заметьте пометку, ферменты, которые тоже, кстати, указаны в спецификации к кормам. Их наименование, дозировка, активности и активности указаны также в показателях качества. И через премикс вводится антиоксидант. Его наименование, дозировка и действующее вещество тоже указаны в показателях качества. В общем-то, я достала даму уже своими вопросами, эту сотрудницу. Ей безграничное спасибо, благодарность от нас. Она очень хорошо и четко это дело все нам растолковывает, терпеливо. Но у меня все равно еще есть вопросы. И уже я пытаюсь отписаться немножко с юмором, что обещаю это последний вопрос. Чувствую, что она уже на грани меня послать уже конкретное место, куда мы все знаем. Обещаю последний вопрос. В этом премиксе ПС-2 есть коксидиостатик, кормовая антибиотика и другие лекарственные препараты. Посмотрев наше видео, вы поймете, надеюсь, почему я настолько четко, жестко бью в одну и ту же точку, как человек деревянный, который не слышит, не видит ничего. Потому что не задавая так конкретно вопрос, вы не получите конкретный ответ. Понимаете? Спросится, скажется, что вы не спрашивали про конкретно эти составляющие компоненты. Вы спросили вообще, я вам вообще ответила. Ну, как у нас уже было и вы слышали. И ее ответ. В рецепты для населения мы не включаем коксидиостатики. У нас был печальный опыт, когда на жалобы покупателей магазина наш консультант по кормлению птицы решил включить коксидиостатик в одну из партий корма. Но тут же все покупатели начали жаловаться, зачем корм с антибиотиком. В данном случае, я думаю, что или описка, то есть она хотела сказать коксидиостатиком, либо она подчеркивает, что покупатели не слишком шибко различают коксидиостатик антибиотик. Поэтому, в общем, вот так. Поэтому больше мы в рацион для населения коксидиостатик не включаем. Также кормовые и лечебные антибиотики тоже. Это все только для клиентов по отдельным партиям. Тем более, вы же понимаете, занимаясь птицей, что антибиотик лечебный только по необходимости лучше использовать, курсами. Да, конечно, мы это понимаем. Лечебный, безусловно, так и есть, бесспорно. Кормовые вот включают на постоянку, но, видимо, не вы, не Богданович. В этом случае через выпойку удобнее, согласна тоже. И в каждом конкретном случае должен быть именно антибиотик направленного действия. Но тут тоже так не морочиться, есть очень широкого спектра действия антибиотики. Поэтому, ну, конечно, лучше точечно давать, точечно бить в конкретную инфекцию. Коксидиостатике тут необходима ротация препаратов. Это тоже известный прием. В общем, меняются коксидиостатики сначала один, потом другой, чтобы коксидии, вот эти возбудители, не привыкали к конкретному препарату, не вырабатывали иммунитет у себя на его действия. Вот, это последний был ответ у Богдановича. Ну, больше четырех раз они нам сказали, что они ничего не используют. Мы надеемся, что так оно и есть, и очень за них рады. Жаль, что мы не сможем достать его, не можем пока достать его для себя. Нам бы очень хотелось. Это действительно достойный корм, если мы с вами выбрали позицию, что мы верим в то, что нам пишут и говорят. Хотя в свете нашего видео это все сложнее сделать. Мы не сдаем комбикорма на анализ по причине того, что нам хочется верить в то, что в не запросе производитель отвечает нам правду. И все, что мы хотели бы узнать о комбикормах, которые мы можем сдать на анализ, мы и так, получается, узнаем. То есть фирмы, производители комбикормов, не скрывают о том, какие коксидиостатические антибиотики они содержат в своих кормах, если вы их об этом спросите напрямую. А должны они или не должны указывать полный состав в этикетках или достаточно слова и другие ингредиенты? Это уже вопрос к нашему законодательству. Или к недостаточно любопытным птицилодам, которые не слишком глубоко копают. Ну, не слишком глубоко копать тоже очень неудобно, правда? Да, очень удобно. Потому что ты выкопаешь то, что тебе не надо. Такого комбикорма, чтобы вообще без лекарственных препаратов, мы не встретили в нашем регионе, повторю. Да, но если еще можно как-то согласиться с тем, что антибиотик используется в старте с коксидиостатиком, но когда натыкаешься на то, что коксидиостатик и антибиотик уже и в росте стадии, и уже в финише, у некоторых антибиотик есть. Нет, в росте у многих есть. А вот что в финише и антибиотик, коксидиостатик финише не у кого нет. Непонятно зачем, в общем, правильно? То есть еще момент. В основном антибиотик, не в основном, но часто используется именно флоумицин. Этот антибиотик многие называют нелечебным, нелекарственным. Знаете, какая-то есть противоречие в этом. Нелекарственный антибиотик. Ну что-то тут как-то неправильно. Что он не требует, нет вообще сроков ожидания. То есть его можно кормить на постоянке этим антибиотиком, и он будет показывать привесы, и все хорошо будет у вашей птицы. И даже, если помните, Богданович нам сказал о том, что вы можете флоумицин использовать постоянно. Вот так вот, ребята. Так что, как этот флоумицин впоследствии будет действовать на организм человека через это мясо, я думаю, что лет через 20 можно узнать. Потому что такие долгосрочные эксперименты, конечно, над человеком еще не проделывались. Ну это снова, это моя позиция, я не медик и не фармацевт. Я вам не могу гарантировать, что это только так и никак иначе. Но не допустить такой мысли тоже не могу. У меня есть такая мысль в голове. И вот что тоже непонятно и в какой степени даже возмущается, что кто-то предоставляет без проблем всю интересующую тебя информацию. А кто-то, ну прямо вот из него клещами приходится это вытягивать. Мы не какие-то там секреты государственной тайны выясняем у этих людей, но такое противодействие встречается с их стороной, что, конечно, это, по крайней мере, возникают вопросы от такой ситуации. Почему так происходит? Или откровенное лукавство. Вспомни, когда ты спрашиваешь, где есть, тебе говорят нет. Нет, а присылают, где есть, да, ну как это вообще непонятно. Ты слепой, простите, но это что, все тут... Или некомпетентен-то настолько, что вот, ну не знаю, в общем, есть вопросы, есть. И вот, конечно, я не знаю, кто регулирует вот эти вот отношения с потребителем, да, этих комбикормовых заводов, но можно, наверное, как-то... Обязать. Как-то, я не знаю, прийти к общему знаменателю и обязать, да, всех писать подробно. И, извините меня, раздавать с каждым мешком по первому требованию вот эти вот паспорта качества. Да нужно просто на этикетку указать. Потому как вот мы спрашивали иногда, да, я как-то давно спрашивал паспорт качества, мы так посмотрели, типа, ты что, дурачок, что мы тут чеков никаких не даем, а ты паспорт качества спрашиваешь? А самое ужасное, что вы свободны, не хотите, пошли вон. Да, отношение такое, бери, что есть. Вот в комбикормах, смотрите, какая ситуация стадается. Приезжаешь, вот это, это, бери это, зашибись, будет вообще, птица растет, я тебе вот зуб даю. А к вопросу задаешь, не нравится, иди в задницу. Да. А главное... Альтернативы нет. Альтернативы какие, да. Мы же имеем там какую-то свою там машину, да, перевезти откуда-то что-то в большом объеме. А вот так люди слегка вы машины с обычной. За двумя мешками будут ездить, черти куда, за 60 до 80 километров. Никто, конечно, не будет брать, что есть. Поэтому полезность нашего всего этого эксперимента, этого всего расследования, она все-таки относительна. Потому что у многих, у многих, конечно же, из вас, из нас, к сожалению, нет вариантов. Мы будем кормить тем, что есть. Но мы должны с вами знать, что там есть. И как можно себя слегка хотя бы... И делать выбор хотя бы из того, что у нас есть в регионе, да, и как бы выбирая из двух зол наименьшее, там, из трех, из десяти зол наименьшее, как бы для своего хозяйства. По вашим критериям, да, и пониманию выращивания птицы, конечно, многим вообще наплевать. Они туда и сыпать еще дополнительно будут что-нибудь, да, чтобы лишь бы она выросла, и ее продать, и все. И там трава не расти, и мне наплевать там, кто там что будет есть. На нашем канале мы не расскажем вам, как вырастить свиней из курицы. Не расскажем. У нас есть такие рецепты, но в массу мы их пихать никогда не будем. Это не проблема. Сейчас, как вы видите по нашему расследованию, чистые курицы вырастут проблемы. А никакую какую-нибудь гигантскую коня за 30 дней, до 20 секунд, вообще нет сложности. Так что вот по ситуации, да, с которой мы столкнулись при изучении вопросов по содержанию там лекарственных препаратов в комбикормах, я вам скажу так, что, вы знаете, не удивлюсь, что что-то там может быть помимо разрешенных вот этих вот, или еще каких-то препаратов. Даже если там вот нам кричат с интернета, да, ну, гормон роста, да вы что, никто не будет использовать его, это очень дорого, за это они пойдут под суд, там их расстреляют и тому подобное. Ну, слушайте, мы живем в России, откройте глаза, посмотрите вокруг, мы живем в России, контроль, скажем так, слабоват за всем, за всем за этим. И уж, знаете, мне кажется, прибыль перекрывает все минусы, все возможности от того, что там могут люди какие-то пострадать перед своей личной выгодой, но это очевидно же. И какие-то моральные ценности там перекрывают. И что там могут они добавить, одному богу известно, и только лишь, я не знаю, анализ, и анализ не такой, как делается у нас, да, вот, я принес вам комбикорм, сделайте мне анализ на три самых известных антибиотика. Что за глупость-то? А вдруг там четвертый, которого... Который вообще запрещен. Который вообще запрещен, да, на территории Сексидосии Федерации. Да вообще мира на территории. Если что делаешь анализ, тогда делайте на все анализ. Кто знает, что там может быть. Да. Так что, и вот вам, кстати говоря, челлендж. У нас любят всякие бессмысленные челленджи проводить. Вот вам челлендж со смыслом. Берите комбикорма своего региона и несите их на анализы. Смотрите, что в них содержится, разрешенного, неразрешенного, и делитесь этой информацией с нами в интернете. Отлично, полезно. О, помнишь компанию американская Монсанто? Ну. Она производит и химическое оружие, и химикаты для сельской промышленности. Ну, это всем известно, наверное. Представляете, заказать это на смежное направление. Ну, почему нет? Вот и подумайте, чем мы с вами кормим наших животных, что мы сами едим. Точнее, не надо об этом думать. Вообще лучше об этом не думать. Но где вы можете, пожалуйста, попробуйте себя обезопасить. Просто думайте, ну, реально думайте, ну, смотрите вокруг. Ну, неужели вы не понимаете, что все возможно в наше время? То есть, вот касаемо экологичности птицы и мяса, да, которые мы с вами производим для личного потребления или на продажу, 100% чистую, вот, экологическую чистую курицу мы могли бы вырастить, ну, наверное, лет 100 назад. Естественно, это был бы не бройлер такого размера, как сейчас. Мне хочется видеть, что бабушка у меня тоже выращивала курицу гораздо чище, чем курицу. Ну, 50, конечно. То есть, чем дальше мы с вами вот живем, вот, чем больше ухудшается экологическая ситуация, тем грязнее мясо мы производим. Ну, понятно, да, это очевидно. Мы не можем произвести зерно, привести его там с Марса, да, или там с Луны, чтобы там точно не было никаких химикатов, которые применяют при выращивании, при хранении там и так далее. Что воду, которую мы даем нашей птице, там не содержит нитратов, нитритов там и солей ненужной жесткости, там ничего угодно. Мы этого не можем гарантировать, понимаете? И мы можем анализы сделать, все равно там что-то будет. То, чего не было раньше, 50 даже лет назад. Так что мы с вами растим птицу, которая максимально чистая в нашем понимании, из тех, в тех условиях, которые вокруг нас. То есть, мы не можем данные, да, вот, как в задачке, дано. Вот у нас дано это, и с помощью этого мы решаем наши задачи. Мы не можем повлиять на то, на что мы не можем повлиять. Но то, на что мы повлиять можем, мы с вами должны повлиять. Поэтому, грубо говоря, если вы посмотрели наше видео, то вы будете понимать, в какую сторону вам лепсти дальше. Ну, грубо говоря, по кормлению птицы именно. Выбор за каждым. И, пожалуйста, не тешьте себя мыслью о том, что супер-муперское какое-то зерно используется в комбикормах, и поэтому ваши бройлеры вырастают гигантских размеров. Это не так. Этого не может быть. Просто так ничего ниоткуда не берется. Как и ничего никуда не исчезает. То, что вы в курочку свою вложили, будет в вашей курочке. И в итоге у вас. Или в том человеке, который съел эту курочку. Это не столь важно. Ну, и на данный момент у нас еще есть несколько производителей разработки, скажем так. Если там будет какая-то интересная информация, мы тоже, наверное, допишем еще ролик один. Конечно. Спрашивайте, на самом деле. Если вам интересует какое-то паспортов качество, мы можем вам лично переслать. То есть, ну, допустим, если у вас интерес, вы хотите посмотреть подробнее? Да нет. Я, знаете, наверное, как бы хотел, чтобы вы сами запрашивали его у производителя. Чтобы это стало для производителя нормальной практикой. Не так мы там выпытывали и просили на коленях предоставить. А чтобы по первому запросу вашему вам тут же, что-то не курьером на дом его привозили. Ну, я медную задумываю. Шучу, конечно, утрирую. Но чтобы вам по почте его прислали. Потому что так должно быть. Мы с вами платим деньги за то, что приобретаем. Приобретаем. И должны быть уверены в том, что мы приобретаем товар надлежащего качества. Качество может быть и ненадлежащее. Но знать мы об этом должны с вами. Согласитесь. У нас нет возможности действительно развить крестьянство настоящее. У нас нет возможности дать вот не продовольственную безопасность, а безопасность продовольствия. Мы же ведь должны производить вам не напичканную антибиотиками продукцию, а все-таки нормальную продукцию. Но как ты ее будешь сегодня производить, если проедьте все комбикормовые заводы России? Ни один без антибиотиков не продает. Один грамм пенициллина, тетрациклина добавляет 20-30% роста любой птички, свиньи и все. Поэтому каждый предприниматель, который хоть понимает что-то смесить динамика, будет колоть и колоть. Может это и не сильно вредно, но говорят потом ничего не лечится после них. Только и всего. Субтитры создавал DimaTorzok